Здравствуйте, меня зовут Виктор, я дипломированный психолог, работаю в рамках рационально-эмоциональной и когнитивно-поведенческой психотерапии. В сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о небезызвестной технике, которая, так скажем, широко используется в рационально-эмоциональной и поведенческой психотерапии и носит гордое название рационально-эмоциональная визуализация, или сокращенно РЭФ. Суть данной техники заключается в следующем. Клиенту предлагают представить самое страшное, самое пугающее, самое тревожающее, раздражающее и так далее А. Наибольшое напоминание в системе психического здоровья Альберта Эллиса А это активирующее событие, активирующий повод, нечто, с чем мы сталкиваемся в своей жизни. Это могут быть воспоминания о событиях прошлого, это могут быть какие-то события, происходящие в настоящем, неудача, отказ, все что угодно. После того, как мы представили самое плохое А, мы позволяем себе, и, возможно, даже помогаем себе, гиперболизируя проблему, почувствовать весь спектр нездоровых эмоциональных переживаний. Гнев, тревога, чувство вины, чувство стыда, депрессивную симптоматику и так далее и тому подобное. В принципе, со списком здоровых и нездоровых эмоций я вас ранее ознакомил, если будет интересно, можете обратиться к моим старым видео и пересмотреть. После того, как у нас получилось войти в это эмоциональное состояние, мы, так скажем, даем себе установку на изменение наших эмоций и переходим от эмоций деструктивных, разрушающих, к эмоциям, пусть, конечно же, до сих пор негативным, в свете того, что мы сталкиваемся с А действительно неприятным и тревожащим нас, но вместе с тем не деструктивных. То есть от гнева мы переходим к раздражению, от тревоги мы переходим к обеспокоенности, от чувства вины и чувства стыда мы переходим к сожалению, к угрызениям совести и так далее. Для чего нужно это упражнение и как оно может выглядеть в реальной жизни? Начнем, пожалуй, со второго вопроса, чтобы было чуть более понятно. Поскольку бакалавриат у меня уже за плечами, передо мной стоит вопрос о поступлении в магистратуру. Все экзамены сданы, осталось на самом деле дождаться результата, получить письмо или какое-то уведомление, в котором будет вся информация относительно того, поступил я или нет. Давайте предположим, что не поступление в магистратуру меня очень-очень пугает и попытаемся представить ситуацию в контексте данного примера, которая вызывала бы у меня тревогу, депрессивные какие-то переживания и так далее. Короче говоря, самое страшное А в контексте поступления или, точнее, не поступления в магистратуру. Предположим, я получаю отказ в письме, в котором черным по белому написано. Виктор, вы идиот, вы тупая бестолочь, вам к психологии на пушечный выстрел приближаться не стоит. Сядьте под стол и там до конца дней своих сидите, не портите людям жизнь. Предположим, что это самое страшное, самое пугающее А, я погружаюсь в него, я начинаю надумывать, я начинаю усиливать свои эмоции, по итогу дохожу до тревоги, до ощущения собственной несостоятельности. Меня гложат мысли, я думаю, что я ни в чемный кусок дерьма, если комиссия думает о вам не так, то, вероятнее всего, она права. Соответственно, чувствую себя очень плохо и, вероятнее всего, во власти этих чувств буду вести себя, соответственно, отстраненно, избегающе, безучастно и так далее. Закроюсь в комнате, буду сидеть и плакать. После того, как мне удалось почувствовать весь спектр этих негативных, нездоровых переживаний, я начинаю менять свои эмоции, посредством чего, скажу чуть позже. И по итогу прихожу к раздражению, возможно, разочарованию. То есть, мне действительно жалко, что я не поступил, и мне не хотелось бы, чтобы члены комиссии, какими бы глубоко уважаемыми они не были, общались бы со мной в таком ключе. Но вместе с тем, я понимаю, что всякое в жизни бывает, и из-за моих желаний ни в коем случае не следует, что нечто должно происходить. Соответственно, чувствую я раздражение, разочарование, грусть, но вместе с тем я не забиваюсь в комнате под стол, а продолжаю жить свою жизнь. В конце выполнения упражнения мне стоило бы задать себе вопрос, что помогло мне изменить мои эмоции? Ответ, конечно же, очень прост. Работа с системой убеждений. Соответственно, в случае, если мы говорим о нездоровых эмоциях, активируется система убеждений иррациональная. В случае, если мы говорим о переживании эмоций здоровых, то в дело вступает рациональное убеждение, которое, собственно говоря, помогает мне даже в плохой ситуации чувствовать себя приемлемо или плохо, так скажем, в допустимых здоровых пределах. Плохо так, чтобы делать себе в перспективе хорошо. Если вы понимаете, о чем я, я очень на это надеюсь. Итак, для чего же нужно это упражнение? Как я говорил ранее, оно может служить тренировкой перед столкновением с чем-то страшным и пугающим в реальной жизни. Тренировка в воображении. По большому счету, проделывая данную методику с наиболее страшным и наиболее пугающим, гиперболизированным до каких-то нечеловеческих масштабов активирующим событием, мы постепенно начинаем к нему адаптироваться. И замечаем, что на изменение эмоций у нас уходит уже не 10-15 минут, а буквально 2-3. А в конце недели, через 2-3 после начала выполнения данного упражнения, мы можем обнаружить, что, в общем-то, для того, чтобы изменить вектор наших переживаний, нам не нужно ровным счетом ничего. Возможно, у нас даже перестают возникать и деструктивные эмоции, и постепенно мы понимаем, что, в общем-то, и совладать можем, и справиться можем, и не неудачники, и не лохи. Данное упражнение может быть очень эффективно как в начале терапии, так и на последних ее этапах. Пользуйтесь, надеюсь, вам погодится и будет полезно. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Ссылка на телеграм-канал и на групповую психотерапию будут в описании под видео. Работайте со своими эмоциями, если не будет получаться, мы работаем вместе. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...